МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 февраля – Международный день родного языка. Симон Мартиросян занял второе место в рейтинге лучших тяжелоатлетов мира. В Ерзанке в Западной Армении очевидец заснял редкую рысь, которая зачислена в Красной книге. Очевидец сумел запечатлеть редкое животное. Многочисленные исторические предметы были конфискованы в Ерзанке, Кесаре и Себастье Западной Армении. Среди конфискованных предметов – металлические монеты, керамика, холодное оружие и другие ценные вещи. Ряд областей Западной Армении все еще остаются под влиянием холодного циклона. Хотя ряд сельских дорог были открыты, некоторые межгородские дороги все еще остаются закрытыми. На шоссе Ванхаккар сохраняется опасность схода лавин. Просим граждан быть внимательней. Глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лачик 24 февраля посетит Армению с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба МИД, визит запланирован. Встреча с президентом Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Зограпом Моноцаканяном. Лачик также посетит мемориал Цицернакоперт. В рамках визита министр Лачик примет участие в официальной церемонии открытия посольства Словакии. Президенты России, Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения. Владимир Путин подчеркнул необходимость принять эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципа суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе Сирии. При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии. В Иране стартовали парламентские выборы. Как сообщает ИРНА, за 290 депутатских мандатов будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы проходят в 208 избирательных участках в Иране. Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Раухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или же консерваторы и противники курса правительства. Предпочтение отдается последним, сообщает Армен Пресс со ссылкой на РИНовости. Вблизи сирийского поселения Анжары сирийские военные обнаружили настоящий подземный город. Сразу за воротами настоящая улица, а каждая комната больше похожа на небольшой дом. Эти укрытия террористы оборудовали на один год, а бросили в один миг, когда узнали, что приближаются сирийские военные. В подземном городе нашлось место для специальной ремонтной базы, бронетехники, заводу по производству боеприпасов, госпиталю и казарму. Все оружие, которое достали из бункеров, выставили на площадке неподалеку. Есть ракетные установки из США, французские радиостанции, итальянские противогазы и даже чешские патроны. Большая часть трофеев будет уничтожена на полигоне. Язык – это душа нации. Если душа жива, нация также будет жива, написал Ван Тариан, принимая во внимание ряд протестов против прав на родной язык. В середине прошлого века, в 1999 году, ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка в поддержку, признание и использование языков. В беседе с журналистом «Армен Пресс» Давид Гюрджинян, председатель языкового комитета, отметил, когда нация теряет свой язык, она впоследствии исчезает из истории. Родным языком подавляющего большинства населения Армении является армянский, поэтому мы отмечаем Международный день родного языка в Армении как День армянского языка Государственного Республики Армении. Самое безопасное состояние нашего языка на нашей родине в Армении и в Арцахе. К счастью, есть такой остров в Джавахе, где проживает однородное армянское население, заверил Гюрджинян. Штангист из Армении Симон Мартиросян, весовая категория 109 кг, занял второе место в рейтинге лучших тяжелоатлетов мира по итогам 2019 года. Таковы результаты голосования, которое провела Международная федерация тяжелой атлетики. Он уступил лишь грузинскому спортсмену Лаше Талахадзе, весовая категория свыше 109 кг. Третье место в рейтинге занял Люй Сой Цюн, 81 кг из Китая. Напомним, в 2019 году в Паттайе, Таиланд Мартиросян стал чемпионом мира второй раз подряд. Армянский спортсмен не только завоевал чемпионский титул, но и установил мировой рекорд в упражнении «Рывок» – 199 кг. В конце прошлого года было объявлено, что Мартиросяну будет вручена золотая медаль Олимпиады в Рио, поскольку допинг-тесты победителя Руслана Нуриддинова, начиная с Олимпийских игр 2012 года, в Лондоне были положительными. На сегодня у нас все, далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Гюрджеев». Руслана Нуриддинова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!